Кто не хотел уезжать, я говорю, Бог нас защитит, все будет хорошо. И мы помогали людям, кормили их в метро, на улицах, молились. Очень много людей пришло к Господу, покаялось. То есть все содействует ко благу, даже эта ситуация. Потому что до войны люди жили своей жизнью, им было не до Бога, все были заняты своими делами. И первая поездка, которая у нас осуществилась, это после три месяца войны, когда уже войска отошли от Киева, от севера страны, просто в один момент мы на шабате молились, тоже такое свидетельство, молились на шабате, это было 1 апреля, я помню, пятница. И мы очень усиленно молились за то, чтобы Ирпень, Бучу, эти города все освободили, просто чтобы враг отошел. И в этот же момент мы смотрим новости, мы постоянно мониторили новости, и говорят, освободили Иванков, освободили все, просто они развернулись и в один момент ушли с трех областей, с Киевской, Житомирской, Сумской области. Это было такое чудо просто. И потом я говорю, что слава Богу, что Господь сохранил Киев, потому что вся атака шла на столицу. Но я хотела сказать не об этом, а про служение. Когда мы вошли в служение, говорили, нам нужно спасать людей, взятых на смерть, потому что очень многие люди, они остались под атакой лукавого. И нас Господь побудил, нам сказали кто-то, где-то, мы услышали, что будет марш мира в Израиле. Это была первая наша такая миссионерская поездка в Израиль. Представляете, сразу Господь нас повел в землю обетованную. Была наша команда, это Юра, Николай и я, потому что их 100 выездные, потому что страну закрыли, получается, для мужчин. И мы поехали, это просто свидетельство. Хотя Николай говорил, что сейчас закрывают для украинцев границы Израиль, дают визы, то есть надо разрешение. Это очень огромная работа. А мы просто, мы говорим, мы сделаем шаг веры, а там будет, как будет. И мне Господь сказал внутри, ну, сказал мне, говорит, делайте все возможное, что зависит от вас, а все невозможное сделаю я. И с этим мы поехали. Просто ехали в никуда, документы Юрия, был отказ от Министерства, кто там, в Израиле, которое принимает решение пропускать или не пропускать. Мы приезжаем, через Краков мы летели на марш мира, мы говорим, нет, мы будем. Вот понимаете, сила веры. Мы были уверены, что нас пропустят. Хотя говорили, что нет, украинцам нельзя, не пропускают, потому что уже превышен лимит, уже очень много украинцев в Израиль приехало. Но самолет, это просто было чудо. Мы не понимали, пустят нас на самолет или нет, в Тель-Авив. И Господь таким чудом просто сделал, что там надо было заполнить документы, заполнить миграционную карту. Нужен был интернет, он был плохой в аэропорту. И я молилась Господу, говорю, боже, если ты хочешь, чтобы мы там были, мы там будем. Просто сделай все возможное, что от нас зависит, а ты сделаешь все возможное, чтобы там быть. И он все исполнил, он обещал, он сделал. Тут переносят рейс, просто такого никогда не было. Нету даже на табло, что переносится рейс. Нам девочка сказала с очереди, которая подошла и показала, на какой сайт надо зайти, заполнить эту форму. Я говорю, у нас 20 минут, уже все, регистрация заканчивается. Она говорит, у вас есть время до 8 утра, потому что рейс переносится. Хотя в регистрации нам никто даже не сказал, что переносится рейс. Я бегом иду заполнять эти документы, Wi-Fi нет. Николай подходит, говорит, нам дают ваучер, бесплатное проживание, питание, трансфер от компании, потому что перенесли рейс. Нам не должны были выдавать эти ваучеры, потому что мы были не зарегистрированы на рейс. Но Николай подошел и сказал, мы же дети Божьи, дайте нам ваучер. И вы бы видели, когда они это услышали, они рисковали работой. Они нам выдают ваучер, за нами приезжает такси, едем в отель, там заполняем, там есть Wi-Fi, нам дает разрешение Израиль. И утром в 8 часов мы нормально проходим на регистрацию. Но в этот момент мы еще покаяли в аэропорту два человека, которые летели в Лондон и в Чикаго. Они просто к нам подошли, там что-то спросить, а мы говорим, давайте мы за вас помолимся. Они приняли Ишуама, Шеха своим Господом и Спасителем. Это просто неимоверные чудеса. Мы прилетели в Бен-Гурион, в Тель-Авиве, и там тоже начиналась своя история. Мы были в форме, в военной форме, чтобы было видно, что мы с Украины. Так Господь сказал, что так будут к вам подходить, будут вас видеть с толпы. Так было. И в Бен-Гурионе нас завели в отдельную комнату, как бы расспрашивать каждого, чего мы туда едем, с какой целью. Ну, Николай зашел первый, потом зашла я, и меня спрашивают, чего вы едете, какая цель? Я говорю, мы будем молиться за мир в Украине и за мир во всем мире, на марш мира едем. И после этого она, которая пограничник, мы молились за то, чтобы расположил Господь сердца, пограничников, она сразу начала оформлять документы, выписывать визы и отдает мне все три документа и говорит, идите с миром. И Юра даже и не заходил. То есть он под кабинетом стоял, молился, и я говорю, все, у меня есть документы, можем идти, а никуда. Потому что очень много возвращали назад. Я говорю, нет, нас пропустили, выходим. И так Господь нас поднял на землю обетованную, слава Богу. И я хочу посвидетельствовать тому, что мы там были три недели, и мы нигде за жильем мы не платили. Мы везде жили. Ну, кто-то нас к себе домой брал. Кто-то, там община в Нитании есть, общинный дом, Алия называется, из Днепра там пастор. И нас кормили, и мы ни в чем не нуждались. В Израиле это такая благословенная страна, что все, что тебе нужно, ты можешь найти на улице. То есть либо там покормят, и одежда, все, все есть. И Господь нас не оставлял ни на минуту. Он всегда говорил, что вы делаете то, что я хочу от вас, а я сделаю все, что вам необходимо. И это было. И во всех сферах жизни начало все налаживаться. Вот мы обручились, ну, уже замуж вышла за Николая. То есть это все проявилось в служении. То есть еще год назад мы просто служили вместе, ничего такого не было. И видите, как все изменилось практически за 9 месяцев, сколько, 10 месяцев войны. Когда мы вместе начали служить, мы увидели, что мы эффективные служители. Вот и Господь расположил сердца друг к другу. Ну, и вот так вы видите, как Господь действует во всех сферах жизни. Он обустраивает, потому что вот входите в свое служение, в свое призвание, и все сферы жизни ваши, они просто автоматически наладятся. Спасибо вам большое. Спасибо.